Итак, друзья, всем привет! С вами снова студия автозвука D-Style Audio. И сегодня мы поговорим о новой линейке акустики компании Aura Sound Equipment. Многие уже успели ее купить и послушать в своих машинах. Очень многие послушали у нас в студии, в стенде. Но сейчас я постараюсь обобщить конкретно о эстрадной акустике, о всех ее линейках, о ее применимости по версии студии D-Style Audio. Я не настаиваю, что наше мнение единственно верное. То есть, вам решать, прислушиваться к нему или нет. В общем, ну и в конце, соответственно, мы каждую серию послушаем в стенде. И я надеюсь, на слух поймем отличия те, про которые я сейчас буду говорить. Итак, линейка новой эстрадной акустики компании Aura Sound предоставлена в трех версиях. Это в трех сериях. Это A серия, самая младшая, B серия, средняя и C серия. На данный момент самая высшая линейка акустики у компании Aura Sound. Значит, блин, с чего бы начать-то, честно говоря. Очень много информации, и я не совсем понимаю, когда вас ее лучше донести. Поэтому засуну руки в команду. Значит, давайте начнем с C серии. И вообще, в принципе, с аббревиатур. То есть, модель динамика называется Aura Sound SM C804. Что значит цифра C? Это понятно, да? Это серия, буква C. Цифра 804, 800 говорит о том, что это 8 дюймов. 4, это значит, там 4 Ом. То есть, соответственно, если вам нужны 8 Омные динамики, то они будут называться 808. Если 6,5 дюймов динамики, то это будет либо 654, либо 658. В принципе, все очень просто. В названии указана вся информация о конкретной линейке и конкретной модели. То есть, тут не надо ломать себе голову и как-то там разбираться. То есть, 8 дюймов 8 Ом или 8 дюймов 4 Ом и так далее. Да, каждый динамик с любой серии предоставлен в двух вариантах. Там либо катушка звуковая 8 дюймов, либо звуковая катушка 8 Ом, либо звуковая катушка 4 Ом. Что сделано для удобства. То есть, если вы делаете там фронт сдвоенный, стройный, там с четверенный, иногда бывает так, что на 4 Омных динамиках невозможно собрать. Поэтому берутся 8 Омные и делается нужное минимальное сопротивление. Значит, поехали конкретно по каждым динамикам. C серия. Серия самая топовая. Ориентировочная стоимость. Ну, я просто не буду прям точную цифру называть. Вы всегда сможете посмотреть на сайте aurel.ru. 8-дюймовая пара динамиков в розницу стоит 3800 рублей. Средняя линейка B серия, например, на примере 8-дюймовых динамиков, вот у нас сейчас лежит 6,5 дюймов, но не суть. 8-дюймовых динамиков в розницу стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 3000 рублей за пару. А серия, самая дешевая серия в этой новой акустике, MK2, стоит 2000 за пару 8-дюймовых динамиков и 1350 рублей за пару 6,5 дюймовых динамиков. На данный момент это, ну, наверное, одни из самых дешевых эстрадных динамиков в России. Значит, C серия самая громкая серия из всей предоставленной акустики и самая высокоиграющая. Но в то же время вы можете смело порезать этот динамик 100 Гц снизу вторым порядком и собрать очень хорошую двухполосовую систему с варимушкой. То есть C серия это максимально широк, широкоиграющий динамик. То есть вы можете использовать его и в трешке как громкую середину, подрезав его повыше и вольнув в него реальные 200 Вт РМС, которые в нем есть. Или порезать пониже и собрать себе хорошую двушку, как, например, сделано в моей машине. То есть B серия это динамик, который вверх забирается не так высоко. Он чуть-чуть потише, чем C серия. То есть где-то на, ну, не чуть-чуть, на самом деле на 1,5-2 дБ тише он, чем C серия. Но данный динамик играет еще ниже. То есть его можно смело резать 80 Гц вторым порядком и получить отличный мид-бас и отличный панч. А серия это динамик, который критично тише, чем B и C серия. Но в то же время у него настолько чистый и приятный глубокий мид, что его можно использовать как мид-бас в трехполосных системах, либо как самостоятельный динамик, но подбирая его снизу хорошими высокочастотными динамиками. Твиттерами конкретно. Значит, очень крутая упаковка. Очень крутая сборка. Со всеми динамиками в комплекте идет инструкция со всеми диапазонами частот, установочными размерами. И даже вот такой вот замечательный шаблон для того, чтобы было очень удобно делать отверстия, кольца и так далее. Опять же, со всеми стыковочными и сопряженными размерами. То есть очень удобно. В комплекте с C серией идет очень крутая металлическая сетка. То есть, ну, все понимают, о чем сейчас говорю, да? Красивая ячейка, хорошая. С B серией что с 6 промдюймов, что с 8 дюймов, то же самое абсолютно. На A серию идет классическая, но стальная и очень прочная сетка. То есть такая прям серьезная, не игрушечная. В общем, резюмируя. Дим, отходи дальше, а то животное видно тоже. В общем, резюмирую. C серия. При стоимости 8 дюймового динамика за пару 3800 рублей. Идеальный динамик в двушку. То есть, если вам нужен и панч, и верх, и хорошая середина. И в то же время можно использовать в трехполосной акустике как средний частотник. B серия. Отличный мид. Замечательный мид. И вверх играет тоже, в принципе, очень неплохо. То есть, опять же, его можно использовать как мид-бас в трехполосную систему, либо как самостоятельный динамик для двухполосной системы. Ну и, соответственно, А серия. Самая дешевая. И плюс А серии в том, что ее РМС заявленный у 8-дюймового динамика 70 Ватт, а у 6,5-дюймовых динамиков 50 Ватт. То есть, в принципе, вы можете ставить его легко даже на замену штатной акустике. От большинства штатных или не штатных магнитол, даже без усилителей, динамик играет очень круто. Вы получаете и мид-бас, и достаточно громкую середину. Гораздо громче и гораздо тише, чем та штатная бумажная акустика 15 Ватт, которая стоит в вашем автомобиле. А теперь мы послушаем прям вот каждую серию. Я буду прям показывать. C серия, B серия и A серия. На примере 8-дюймовых динамиков. И просто послушаем разницу. Начнем с C серии, с самой громкой. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь... В общем, я думаю, на видео все должно быть слышно. А сейчас последний мы послушаем именно в стерео режиме две восьмерки C серии, потому что очень много народу успело послушать. Я попытаюсь передать это на видео, это очень тяжело. Но трек такой достаточно интересный и там есть все. Поэтому давайте в стерео послушаем восьмерки C серии. В нашем случае, по версии D-style Audio, это топовый динамик. Мы уже очень много машин на них делаем. И проекты делаются и на B серии, соответственно, и на A серии. Но C серия, ну, в наше понимание, это просто легендарный динамик, который в этом сезоне, ой-ой-ой, как круто покажет себя в повседневных системах и соревновательных автомобилях. Так что, давайте еще одну дочек. Да что ж такое? Поехали. Поехали. Итак, друзья, я надеюсь, более или менее я рассказал и всем понятно. То есть, если что-то непонятное, вы всегда можете задать мне вопросы в личном сообщении ВКонтакте, либо в других соцсетях. Посмотреть более подробные частотные диапазоны, заявленные РМС и так далее данные можете на сайте AuraEL.ru. В общем, всем спасибо. Смотрите наше видео, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем пока.